здравствуйте уважаемые друзья как вы смогли заметить сегодня мы будем вязать личинку уже вылупляющегося комара называется приманка базар попробуем сейчас ее вот как она есть такая в природе потом сейчас мы вот уже крылышки вылупились уже комарик наш готов это вот перед вылуплением имитировать конечно можно это уже на дереве сидит это в природе какой наш мотыль ну при желании можно конечно самому нарыть в интернете кучу информации и заняться уже непосредственно визуализации того что мы будем вязать вот я обычно всегда прежде чем что-то начать изготавливать стараюсь для себя найти подходящую картинку и потом уже в дальнейшем я начинаю изготавливать вот похожую стараюсь изготовить модель давайте мы с вами попробуем сделать как можно ближе вот такую имитацию уже вылупление комарика что нам понадобится для начала я подготовил крючок крючок может быть вот такой вот такой формы или же вот как вы видите есть у фирмы strike такие крючки или кимка 200р чтобы было слегка удлиненное вот такое цевьё теперь я взял свинцовую проволоку толщиной где-то 0 тонн достаточно тонкая сейчас я даже ради интереса гляну сколько она у меня в наборе здесь эта проволока она где-то 05 но я ее про к прокатал сделал плоской если у вас нет а есть толще пожалуйста используйте значит мы будем эту приманку изготавливать так чтобы мы могли от самого дна и до поверхности провести проводку в надежде на то что рыба наша клюнет что нам нужно учесть значит я не дохожу буквально пару миллиметров может даже несколько и больше до колечка так как грудка и все остальное займет много места и вы видите за счет того что у меня прокатан свинец у меня вот произошла вот такая конусность теперь я немножечко как вы видите ноготком сдвинул я свинец на цевью крючка не наношу в начале клей так как нам необходимо было точно уже вымерять сколько нам нужно теперь я вот немножко наношу теперь задвигаю до того места где мне необходимо пока клей наш схватывается я еще промазываю в конце и промазываю само тело как вы видели достаточно такая упитанная хорошая и вытянутая должна быть наша личинка как на нашем фото нить нужна нам с вами белая так как те зачатки жаберок которые есть у личинки волосики эти мы должны имитировать белым пером или же белой тонкой тонкой шерстью для того чтобы можно было повторить наше насекомое на черной нитки понятное дело это будет проявляться наше тело поэтому нам нужно сейчас вот пока еще я большими вот такими шагами чтобы нитка не проваливалась я проматываю хорошо сзади чтобы наш свинец никуда не ушел пока клей прихватывается и спереди убираю вот этот выступ ступенечку чтобы нам не мешал потом крепить материалы сделали остатки клея которые вот у меня остались я промазать промажем еще и промотаем нашей нитью аж до окончания даже загиба и потом с вами немножко мы переставим крючок когда высохнет наш свинец обязательно необходимо дождаться убрали все теперь давайте подождем пока наш свинец прихватиться и будем продолжать дальше наш свинец уже прихватился клеем теперь я беру бокари у это по утконосики и начиная слегка без такого сильного фон фон фонатизма расплющивать не доходим до грудки вот приблизительно две трети мы должны с вами хорошо подплющить наш свинец годится теперь переходим к самой ответственной такой работе у нашей имитации имеется как бы жаберки хвостик своеобразный я специально выложил здесь ряд разных перьев вот таких и древесная утка иногда попадается у вас и вот белая остатки у меня также можно допустим использовать и кусочки перьев охотничьего фазана вот все что у вас будет более менее подходить под ваш ваши задумки то используйте без стеснения главное чтобы это не было чересчур много и было достаточно мягким это перо теперь вот смотрите что я делаю я решил остановиться на петушином беном белом пере я вот такими движениями подравниваю перо подравнял аккуратненько вот так вот держу уже подравненное перо и выдергивая одним движением все готово не отпускаем как вы видите вот моя щетиночка так и осталось здесь вымеряя какое мне необходимо количество его чтобы выглядывало и удерживая над цевьем перо притяжной петлей я это подхватываю если мы немножко ошиблись это не страшно в длине мы можем с вами потом вот такими вот движениями взять и немножечко сделать его длиннее и короче закрепили теперь вот эту кисточку она должна остаться в верхней части и должна у нас разъехаться вот таким своеобразным веером как достичь этого как вы видите еще сейчас это нам меня у нас не похоже я делаю следующую операцию вот в этой точке где мы закончили в одной точке делаю два три хороших оборота это мы засвидетельствовали то что наша нитка уже никуда не уйдет теперь придерживаем ноготком чтобы не захватить наш материал заводим ведь и подымается уже хвостик и заводим его под наши перышки наш хвостик уже растопырился больше чем достаточно много не нужно поэтому вполне достаточно вот пару-тройку оборотов остатки можно закрепить вот дальше вот такими удерживая перо лишнее она не будет пусть сохранит нам хороший объем подхватить и в районе обязательно груди мы должны это все с вами удалить остаточки подымаем вверх и удаляем значит теперь необходимо выбрать существуют наборы можно взять и полиэтилен но я использую вот такой латексную резинку хэнс которая идет для тела боди специально вот они пишут для изготовления тела слегка делаю надрез чтобы был остроконечный и стараюсь за пару миллиметров не обязательно в самой именно вот точки где мы будем крепить а именно подхватил я кончик стараемся не на ехать перепроверяемся перепроверились достаточно но у нас еще и снизу должна быть пленочка я решил снизу и сверху сделать их немножко разноцветными в каком смысле низ я решил оставить почти прозрачный вот слегка такого телесного цвета поэтому для низа я взял пленочку которая несколько уже ну и в то же время по цвету она совсем как вы видите другая поставим опять в удобное положение для нас крючок не ленимся потому что это очень очень для нас же важно обязательно следим за тем чтобы не захватить материалы и закрепим теперь точно также это все снизу скажу вам честно закрепить снизу несколько будет сложнее чем закрепить сверху как я ухожу из этой неудобной ситуации я ставлю слегка крючок в бок вот в определенной удобной для меня плоскости прикладываю вот в той точке где не необходимо будет начинать крепить дальше мой ластик подхватил пусть даже он немножечко и не там где от вот он нам необходим но мы уже закрепили часть и мы теперь вот натягивая стараясь не нарушать самого положения нашего пластика движемся теперь к нашему загибу подошли должна выйти приблизительно вот такая как вы видите снизу закрепленная конструкция для изготовления сегментов на нашем на нашей личинке нам понадобится леска я леску использую 012 она вот такая вот зеленого флуоресцентного цвета все стараемся закрепить аккуратно чтобы не было сконканности материалом стараясь вот сверху там где моя грудка и уже аккуратненько мы движемся вывести леску нашу нужно буквально сбоку так чтобы она находилась четко между двумя полосочками нашей нашей резинки закрепили тело тело должно в идеале быть изготовлено из антрона учитывая то что это материал достаточно редкий его сложно достать ну опять же я показываю перо страуса которое тоже достаточно редко достать выход можно найти другой в волонтерейных магазинах есть вот такая пряжа которая с ангорой достаточно часто я использую эту пряжу при изготовлении всевозможных нимф крепим нашу пряжу сверху четко четко вот сверху все материалы никаких нагромождений не должно быть вот как вы видите теперь у нас остается небольшой момент мы должны с вами подровнять вот все неровности которые у нас оставались после свинца больше сложностей у нас в работе быть не должно что мы делаем дальше зачастую нитка нам мешает я обычно беру ее дело есть оттяжка да кстати друзья сейчас я обязательно залезу и вам покажу это я вот для друга показывал как вы видите вот такая рогатулька обыкновенный вес я ставлю рядом возле если нет профессиональной оттяжки которая вот имеется в моем наборе для нитки и крепится можно воспользоваться вот такой левой или правой как вы ее назовете оттяжкой кстати я ее пользовался достаточно долго иногда использую сейчас берем узловяз для того чтобы не было у нас сложностей в изготовлении дальше и я эту нить удаляю можно оставить бросить на оттяжку и дальше работать но я убираю что здесь необходимо для нас уяснить давайте мы возьмем булочку чтобы было удобно показывать все тело я бы разбил на вот две третих даже не две третих а несколько больше чем две третих даже процентов шестьдесят наверное мы должны изготовить наше тело и лишь оставшиеся тридцать пять сорок процентов уйдут на грудку грудка достаточно серьезно изготавливается поэтому там мы должны обязательно предусмотреть чтобы было свободное место как на крепление имитацию лапок или крылышек также и для того чтобы мы могли закрепить необходимое количество материала чтобы сформировалась наша грудка все у нас готово все теперь я чтобы не нарушить лохматость как я говорю моей нитки я держу одну часть нитки и стараясь вот все такие вот волоски поправлять не перехватывая нить и не мешать моей лохматости виточек к виточку я наматываю всю нитку скомканности здесь быть не может так как нить сама уже ложится в те установленные места которые ей мы для нее мы подготовили все вот смотрите видите я промотал как я уже говорил две третьих части делаю вот здесь небольшой еще один поворот чтобы не готовить небольшое количество разной нитки можно и узловязом можно и вот так вот обыкновенно взять сделать накидной узелочек придерживая рукой сделать один накидной узелок достаточно отрезали удалили лишнее теперь мне нить понадобится несколько другого цвета можно взять и эту тоже перекрашивать я беру свою ту которую я обычно изготавливаю она и тоньше и крепче и мне в дальнейшем она больше пригодится теперь смотрите мы должны уже окончательно промотать черной ниткой до того момента где должны остановиться уже наши наше тело и должна формироваться грудка вводим все наши волоски назад и я беру приблизительно ну несколько больше вот для грудки и оставляю в этом месте нить чтобы она мне помогала не мешала я делаю здесь узел узловязом и наша нитка будет находиться уже в этом месте никуда не денется берем верхнюю часть которую мы должны закрыть сегментом потом просегментировать тело следим за тем чтобы никуда не делась наша пленочка а была строго сверху нашего тела перепроверимся левой рукой я обычно проматываю как вам будет удобно можете перебрасывать или же не перебрасывать два три раза промотали учитывая то что эта пленка мне еще пригодится я ее не буду отрезать но вы если вам мешает по каким либо соображениям можете ее отрезать берем теперь нижнюю часть переворачиваем наш крючок в удобное положение и берем нижнюю часть нашей пленочки здесь несколько будет нам сложнее с небольшой вот как вы видите вот такой вот натяжкой я оставляю специально крепим в одной точке и хорошо хорошо проматываю теперь смотрите очень сложно проконтролировать будет положение верхней нашей резинки или верхней нашей пленки которая будет формировать тело и нижней поэтому я буду показывать как я делаю а вы уже для себя можете выбрать как удобно вам вот я ставлю под небольшим наклоном крючок так как у меня леска была установлена именно справа сбоку или слева как вам будет удобно придерживаем нашу пленку переводим вниз проводим леска старается утащить нашу резинку поэтому для этих целей я беру иглу и стараюсь удерживать ее в одном месте буквально на 2-3 вот таких вот оборота чтобы наша наш ластик не утащил ее и потом мы можем спокойненько удерживать удерживать вот так опять подправим немножко подровняли второй виточек придерживаем ее и ноготочка и сколько у нас вот будет выходить выполним сегментов так годится как вы видите пленка ну если будет так заметно пленка достаточно нормально здесь у нас лежит вверху она у нас никуда не уехала тоже находится на месте и переводим леску в то место где мы с вами крепили уже все материалы теперь смотрите что я делаю после пары тройки оборотов захватываем нашу леску перебрасываем вот такими движениями нитки подмотали удаляем теперь остатки лески и перевернув крючок жалом вверх я переворачиваю наш ластик который был внизу и подхватывая его на замочек теперь только лишь отрезаю отрезали так как мне наша пленочка еще пригодится которая сверху она будет формировать у нас грудку и дальше перейдет в голову мы теперь возвращаем ее в то место где она должна оставаться чтобы в дальнейшем формировать грудь теперь уже промотаем достаточно плотно весь материал и леску которую мы с вами закрепили поставим крючок в удобное положение переходим дальше нам необходимо с вами обозначить еще зачатки крыльев лап которые у нашего базара для этих целей я буду использовать несколько вот такое необычное перо это тоже фазан значит выбираю щепотку вот тех перышек которые мне необходимы но угадать их будет несколько сложно потому что у вас может быть совсем другая толщина пера закрепим сбоку и как бы вот снизу теперь что подхватили что мы должны для себя перепроверить должна быть их достаточная ширина если недостаточно значит необходимо подобрать еще щепотку перьев до тех пор пока мы не выберем вот приблизительно вот такой ширины как наша пленка где-то порядка четырех миллиметров годится что я дальше делаю слегка увлажнив перо отрезая самые тонкие кончики и теперь уже окончательно закреплю перо снизу и вверх промотаем неудобно так снизу и вверх вот так раз под углом подхватим оставшееся перо вот теперь нам достаточно как вы видите снизу также делаем с другой стороны щепотка приблизительно как я уже вам говорил 5-6 миллиметриков должна быть пленочка пленочка также подровняем наше перо отрезаем тонкие и опять вот так закрепим с притяжной петлей подхватили все в одной точечке остатки примотали два симметричные находятся у нас кусочка перьев которые будут имитировать зачатки лапок и крылышек что нам теперь нужно нам необходимо сформировать грудку для грудки можно использовать всевозможные вот такой вот даббинг который продается вот так отдельно в наборах можно как у меня вот в наборе разный как вам будет удобно учитывая то что не у каждого есть такой материал я возьму три бородки пера павлина подхватили теперь самое главное многие спрашивают как лучше крепить перо павлина армировать не армировать я обычно всегда делаю вот беру нитка и беру перо вот так поперекидываю не касаясь сильно пера чтобы не нарушить его лохматость или же можно перодержатель зажать потом перебросить как вам удобно так и пользуйтесь то есть моя нитка уже будет держать то перо которое мы будем наматывать на грудку десяток вот таких вот оборотов будет вполне достаточно возьмем наш клей это я обязательно потому что лишним он никогда не бывает даже если мы проармировали и промажем без фанатизма в нижней и верхней плоскости как вам будет удобно удерживаем теперь за нитку и так чтобы перо было у меня в натяжку я стараюсь выполнить вот такую вот своеобразную грудку все этого количества нам достаточно удобно очень перо никуда не убежало закрепили на месте обязательно пару миллиметров не доходим здесь у нас будет с вами крепиться очень важный элемент который сами усики лохматенькие беленькие проверим ширину нашей пленочки отлично годится теперь я беру обязательно проверим чтобы не было в клею наша иголка и разравниваю вот так нашей иглой удерживаем потом перекидываем руки удерживаем в одной точке подводим как бы под низ держим в одной точке и притяжной петлей чтобы не нарушить делаем пару тройку оборотов также делаем с другой стороны так чтобы мы могли потом в любой момент все это поправить обязательно подравняли снизу и вверх немножечко оставляем на изгиб стараемся чтобы наши перышки не разъехались удерживаем раз подхватили теперь стараемся не нарушить как у нас находится перо по необходимости петли мы можем с вами его еще подправить слева и справа нашей иголочкой посмотрим как оно смотрится снизу меня вполне устраивает только после этого мы с вами можем уже окончательно удалить остатки перьев но здесь важный момент чтобы мы не потеряли и не было у нас нагромождения материалов должны сделать следующее я обычно беру так как многие вяжут мокрые мушки лососевые для того чтобы удалить перо наносят лак а потом отрезают я немножко наношу на нитку клей клей у нас хорошо потом подхватит перо и вот так смотрите видите как я его увожу от колечка и он у меня уже получился как в замке все перышко мое закреплено так как мне нужно больше чем достаточно отрезаю аккуратно и нет нагромождения материалов теперь вот остались у меня крючочки которые от моего фазана мне они пригодятся для других целей будем вязать лапки для ос теперь я беру перо страуса аиста вернее марабу и закрепим здесь внизу ость что нам нужно мы должны здесь сформировать своего рода зачатки нашего насекомого но в достаточном количестве сделаем завершающий вот здесь узел чтобы нитка от колечка у нас никуда не убежала и здесь у нас будет последний наш момент я беру обязательно чтобы не скомкать мое перо перодержатель и вот здесь уже стараюсь виток к витку в этом месте выполнить обмотку 2 3 4 это все будет зависеть только от вашего пера сколько нужно сделать как вы видите здесь позволяет нам то место которое мы оставили после грудки вот отлично как раз 4 5 5 оборотов мне будет вполне достаточно поднимаем перышко вверх и аккуратно один раз больше не нужно как раз оно у нас и во время оторвалось теперь для того чтобы более качественно я беру слегка увлажняю вот смотрите видите мои перышки аккуратненько все ушли назад и вверх так мне не будет составлять сейчас доставлять сложность здесь закрепить и сформировать небольшую вот такую вот головку много не нужно 2-3 оборота переводим теперь вверх теперь что нам нужно так как мы увлажнили я беру вот все перышко слева и справа увожу вот так его сторону и накрываю сверху уже нашей пленкой прокрутим нить пара буквально следим за тем чтобы не уехала у нас них пленка на колечко вот все отлично пару тройку оборотов больше не нужно но с достаточной натяжкой нитки переворачиваем нашу пленочку обязательно прокрутим нить можно промазать овощиной у нас уже перышки подсыхает начинает залазить под нитку вот теперь поднимаем вот так вверх и натяжку отрезаем убираем для того чтобы здесь не делать опять же нагромождение материалов так как он так у нас здесь их очень много я буквально на нить нанесу капельку клея и уже здесь делаем завершающий узел отлично отлично подтянули узелок аккуратно отрезали нашу нить что дальше нам понадобится вытираем нашу иголочку но у меня имеется лучше конечно инструмент по возможности вам бы конечно такое было бы достать так подровняли теперь мы наши усы ничего не трогаем пусть они у нас остаются теперь вот у нас вышло так как мы запланировали низ с пленочкой он будет блестеть это его так сейчас камера не совсем передает но нам необходимо чтобы сбоку была лохматость у меня есть специально такая с зубчиками даббинговая игла я вот беру теперь и сбоку начинаю вот так выдергивать те волоски которые у меня моей пряжи как вы видите вот так получается точно так же это я делаю и с другой стороны если их достаточно можно и не выдергивать вот все у нас вышла вот такая это распушиться симпатичная нимфочка базар теперь нам необходимо слегка подрезать подровнять слева справа то перышко которое у нас торчит подровняем на грудке перо там где были наши зачаточки вот и у нас как вы видите вышел вот такой симпатичный базар он достаточно жирненький упитанный и в то же время всегда желанный для нашей рыбы ну а теперь я специально его сниму вот вы видите хвостик наш остался на месте видно наши волосики которые должны быть оно вот так у нас все намокнет и будет у нас показывать нашу речиночку так как она есть вот и все друзья мои благодарю вас за внимание до скорых встреч